Дорожные полицейские проверили техническое состояние общественного транспорта. Причина внеплановой проверки – участившиеся случаи возгорания в автобусах. В области только за последний месяц сгорело три машины. Автобусы полыхали и дымились в Суздале и во Владимире. Всего же за этот год пожарные тушили общественный транспорт 12 раз. В прошлом году подобных выездов было всего два. Из 12 пожаров на общественном транспорте у нас 11 являются технической причиной. Одно из них – неосторожное обращение с огнем. То есть это 11 случаев мотора? Есть это электротехнические причины, недостатки изготовления в конструкциях автотранспорта. Ну и естественно здесь техническая эксплуатация автотранспорта. Проверка сегодня проходит на Владимирском автовокзале. Инспекторы технического надзора ГИБДД выезжают в подобные рейды не реже раза в неделю. Проверяют как документацию, так и техническое состояние транспортного средства. Проверяют оборудование автобуса, то есть наличие аптечек, огнетушителей, устройств для эвакуационных выходов, противооткатные устройства. Проверяется техническая исправность тормозной системы, рулевого управления. Осматривается резина, нередко она используется несезонного типа, либо имеет уже недопустимый износ. С помощью специального прибора проверяют содержание выбросов загрязняющих веществ. Несмотря на возраст, этот автобус проверку прошел. По экологии инспекторы поставили машине пятерку. У этого автобуса все нормально, внешне неказистый, но все у него работает прекрасно. Какую цифру показала и какая норма? Показала в два раза лучше, чем допускает нормы. А вот к этому транспортному средству есть замечание. В целом машина работает, вопросов нет. Вот только пока водитель будет искать огнетушитель, рискует сам сгореть, говорит дорожный полицейский. Средство пожаротушения находится далеко от водительского кресла. Да и доставать его неудобно. Ни для чего не докопался, все нормально, все документы в порядке. С огнетушительным, чтобы перенесли его в другое место, вот сюда поставили. А, ближе к водителю. Да, и побыстрее отстегнуть надо. На вокзале проверяющие выявили три нарушения. Максимальное наказание за недостатки технического характера – это запрет эксплуатации транспортного средства. К ответственности привлекают как водителей, так и юридическое должностное лицо. А в компании АДМ, которая занимается городскими перевозками, сотрудники проверяют транспорт перед каждым выходом на линию. Проверяем крепление дорожных сидений в автобусе. Если Роман Котов что-либо не доглядит, рискует получить штраф. Молодой человек работает в АДМ контролером. Ежедневно перед тем, как выйти на маршрут, автобусы здесь проходят предрейсовый контроль. Только после осмотра машины водитель получает путевой лист и садится за руль. Осматриваются внешние световые приборы, наличие противооткатных упоров, аптечки, все ли исправные огнетушители в данном транспортном средстве, ручной стояночный тормоз осматривается, проверяется утечка газа, имеется ли на данном автобусе. Если контролер обнаружил недочеты, автобус отправляется на ремонт. Возрастных ограничений на использование машин для перевозки пассажиров нет. Однако это не означает, что его будут эксплуатировать, пока колеса не отвалятся. Более глобально каждый из автобусов два раза в год проходит технический осмотр уже на станции технического осмотра. Там четко определен перечень всех показателей, которые проверяются. И по всему этому перечню составляется на каждое транспортное средство диагностическая карта, в которой записываются характеристики данного транспортного средства. И если какой-то из показателей выходит за рамки допустимого, то, естественно, транспортные средства техосмотра не проходят. В связи с участившимися возгораниями в автобусах, к перевозчикам сейчас пристальное внимание со стороны надзорных органов. Это должно принести свои результаты, и цифры печальной статистики пожаров в общественном транспорте больше не будут увеличиваться. К слову, в 12 возгораниях, случившихся в этом году в общественном транспорте, погибших и пострадавших не было. Сгорели только сами машины.